Утро Карачаево-Черкесия приветствует вас. Сегодня 3 июня и погода по-настоящему будет летняя. Подробнее об этом чуть позже, а сейчас об основных событиях. Росгвардейцы Карачаево-Черкесии поздравили воспитанников социального учреждения с наступающим днем защиты детей. Они навестили воспитанников Республиканского реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних. Встреча росгвардейцев с детьми состоялась в рамках благотворительной акции «Твори добро». Дети встретили гостей праздничной программой с песнями, стихотворениями, зажигательными танцами. Также ребята с удовольствием пообщались с росгвардейцами, рассказали им о своих достижениях в учебе и спорте, поделились планами в выборе будущей профессии. Многие твердо решили поступить на службу в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии рассказали ребятам о своей службе, о требованиях, предъявляемых при поступлении в ведомственные вузы. Автоматизированная система на страже закона. Не первый год в Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и в дворах региональной столицы. Позволяет сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. С тем, как работает «Всевидящее око», расскажет наш корреспондент Артур Мхце. Почти все, что происходит на улицах Черкеска, постоянно находится в зоне наблюдения системы «Безопасный город». «Всевидящее око» помогает полицейским контролировать ситуацию в региональной столице и при необходимости оперативно реагировать на любые противоправные действия. Установленный в середине прошлого десятилетия автоматизированный комплекс не раз приходил стражам порядка на помощь при раскрытии преступлений. В настоящее время на территории города Черкеска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего в установлении лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. «Безопасный город» — это не только более двух сотен камер видеонаблюдения, которые расставлены в наиболее оживлённых местах Черкеска, а также во многих дворах. Комплекс позволяет в течение длительного времени хранить полученную картинку. Если человек знает, когда примерно совершено правонарушение, есть возможность, так сказать, отмотать время назад. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съёмку стационарно. Остальные камеры — поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершённые ранее. Совместное взаимодействие полиции и властей муниципального образования позволяет совершенствовать автоматизированную систему. Многократно доказано, камеры видеонаблюдения почти сразу делают просматриваемую ими территорию более безопасной. Полицейские надеются, что в скором времени «Безопасный город» позволит в режиме реального времени мониторить происходящее в любой точке республиканской столицы. А это в интересах в первую очередь самих законопослушных жителей Черкеска. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее прогноз погоды, а ровно в 9 смотрите Вести на Нагайском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом днём на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, а днём 26-31 градусов тепла и местами до плюс 22. В Черкесске без существенных осадков ветер западный с переходом днём на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днём 28-30 градусов тепла.